Почетный работник сферы образования. Шесть педагогов Ненинского округа получили отраслевые награды. Перекресток проблем. Жители района Виллаж беспокоятся за безопасность дорог. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. На Ринмаре начала работу августовская педагогическая конференция. Традиционно она проходит накануне нового учебного года и собирает на одной площадке все педагогическое сообщество региона. Порядка 600 учителей Ненинского автономного округа. Торжественное открытие конференции прошло во Дворце культуры Арктика. Там же были вручены отраслевые награды лучшим педагогам. Шесть окружных педагогов приказом Министерства образования и науки Российской Федерации награждены почетным званием «Почетный работник сферы образования». Это Григорий Вокуев, Надежда Носова, Ирина Селиверстова, Елена Хабарова, Ольга Чернятьева и Галина Чеснишина. Также на сцене были вручены грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, администрации Ненинского автономного округа и собрания депутатов. С приветственным словом к педагогическому сообществу обратился Игорь Кошин. Глава региона предложил поговорить о качественных изменениях, произошедших в окружной сфере образования и о том, что еще предстоит сделать. Мы привели административную реформу. Мы сократили количество управленцев всех уровней, чтобы в условиях падающих доходов окружного бюджета сохранить заработную плату педагогам и воспитателям. Вряд ли учреждения прошли объединение юридических лиц, чтобы опять же сохранить все востребованные образовательные услуги. Результатом реформы стала единая образовательная среда с минимальным количеством зрений, где понятно кто и за что отвечает. Но и то иногда эта система дает определенные сбои. Глава региона также рассказал о причинах перехода к системе нормативно-подушевого финансирования, новой системе оплаты труда педагогов, необходимости введения новых стандартов профессионального образования. Говоря о профессиональном образовании, глава региона представил нового руководителя Неницкого профессионального училища. Им стала Галина Медведева. На сегодняшний день перед нами стоит задача из нашего ПТУ сделать современное образовательное учреждение, которое позволит получать ребятам самые востребованные специальности, чтобы у них не было проблем с трудоустройством. По объему финансирования вы видите, что только в этом году дополнительно на ПТУ выделено порядка 50 миллионов рублей на новую аудиторию, на новую технику. Вот такая же система с нашим техникумом выделена порядка 20 миллионов рублей. И сейчас мы еще рассматриваем вопрос по увеличению финансирования на наш колледж. Потому что от качественной работы трех этих учебных заведений зависит, собственно говоря, социальное самочувствие большого количества людей. После торжественной части работа августовской педагогической конференции перетекла в рабочее русло. На совещании с руководителями образовательных организаций Илья Иванкин обозначил приоритетные направления деятельности региональной системы образования в новом учебном году. Например, на особый контроль будет поставлено обеспечение школ учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями. Приобретение рабочих тетрадей – это очень важный момент. Возможно за счет бюджетных средств. Только в случае включения в учебный методический комплект, используемый в школе, который утверждается приказом директора школы и размещается на официальном сайте учреждения. Если учебные пособия не включены в учебный методический комплекс, образовательные организации носят рекомендательный характер, то, соответственно, могут использоваться в рамках дополнительного изучения предмета и их приобретение, что очень важно, не является обязательным условием для родителей. Нововведением для школьников и учителей в наступающем учебном году станет обязательное включение астрономии в программу 10-11 классов с объемом не менее 35 часов. В расписании некоторых школ новый урок появится уже с 1 сентября. Остальные введут его в свои программы с 1 января 2018 года. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Удобно для водителей, небезопасно для жителей. Родители, проживающие в городском районе Вилладж, обеспокоены дорожной ситуацией на улице Дружбы. После того, как дорога перешла в ведение региона, ее открыли для сквозного проезда для всех видов транспорта. Отсутствие тротуаров и достаточного места от подъезда до проезжей части вынуждает детей гулять прямо на дороге. Чтобы их обезопасить, родители попросили установить знак «Въезд запрещен». Со стороны переулка газовиков. Но водители знак игнорируют или вовсе разворачивают в обратную сторону. Это теперь по улице Дружбы свободно проезжает любая техника. От КамАЗа до мопеда. Буквально полгода назад при въезде в Вилладж стоял знак «Дворовая территория и жилая зона». Автомобилисты ездили крайне осторожно и не представляли угрозы для детей. Мы очень просим, чтобы нам что-то сделали здесь, чтобы закрыли этот проезд. Во-первых, дорога очень узкая, она не рассчитана на то, чтобы здесь вот это было такое движение. Ни тротуаров нету, нигде ничего нету. Мы же живем как на пороховой бочке. Не дай бог, вот ребенок выскочит с подъезда, ты же не усмотришь за ним. А когда детей семеро, как внуков у Натальи Ростиславовны, прогулка превращается в сплошной контроль. Поскольку тротуаров на дороге нет, гулять приходится у проезжей части. Кроме того, она располагается близко к подъездам. Буквально десяток шагов, и ты уже на дороге. Мириться с опасным положением детей родители не согласились и попросили установить на въезде кирпич. Но ситуация не изменилась. Дорожный знак то и дело разворачивали на 180 градусов. К делу подключились активисты Общероссийского народного фронта. Он обозначает, что проезд запрещен. Они подъезжают и разворачивают его, и заезжают на территорию поселка. Хотя дорога на сегодняшний день является односторонней. Движение в ту сторону запрещено. Мы обратились в профильный департамент, чтобы этот вопрос был решен. Они нам пообещали, что они обратятся в Налимар-Дор-Рим-Строй, и этот знак был закреплен. Знак действительно закрепили. Вернее, поставили новый со специальной елочкой, которая препятствует вращению столба. Не могу повернуть. Там штурили, как вы поверните? Там не повернусь. Вот еще сильнее топчите, пожалуйста. Он сейчас уляжется, уляжется еще. Как только знак закрепили, в редакцию телеканала позвонили жители частных домов по улице Солнечная. Они возмущаются. Из-за этого знака водителям приходится объезжать. Их права нарушены. В централизованном стройзаказчике пояснили, дорожная сеть в этом районе будет расширяться. К сентябрю ожидается проект, который и утвердит окончательную схему движения транспорта. К тому же по улице Дружбы предполагалось пустить автобусный маршрут. Мы бы вообще за то, чтобы автобус по Дружбе не шел, маршрут не запускать. А здесь вот еще у нас улица идет летняя, летняя, да, полетняя, чтобы он шел. Потому что здесь пока и тротуаров ничего нет, еще автобус здесь запустить. В любом случае приводить в нормативное состояние улицу Дружбы необходимо. Согласно решению суда до 2019 года, централизованный стройзаказчик должен обустроить дорогу тротуарами и пешеходными переходами. Валентина Чибичев, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Не хотят мириться с ошибками застройщика. Жители домов по улицам Авиаторов и Южная снова жалуются на качество ремонта многоквартирных зданий. 300 киноманов поддержали всероссийскую акцию. В Наринмаре во второй раз провели Ночь кино. Проблемные дома в Наринмаре по улицам Южная и Авиаторов вновь заставили жильцов встретиться с представителями власти. На этот раз причиной для общения стало недоверие граждан к качеству проводимого обследования домов. В жилищных трудностях разбирался наш корреспондент. Такой дороги, как к нашему дому, нет никому. К нам такси не ездит уже третий год. Мы вот около помойки останавливаемся, и ни одно такси к дому не подъезжает. Потому что у нас нет дороги. У нас ее выгребли, разломали, выгребли, два КАМАЗа увезли, щебенки. И все, на этом все осталось. Алла Зорина, жительница дома по улице Южная, 47, о своих жилищных проблемах рассказывает со слезами на глазах. Расстраиваться женщине есть из-за чего. Уже четыре года к ее дому не может подъехать ни одна техника. Непроходимые дюны – это не единственная проблема, которая беспокоит жителей. Есть более опасные. Например, открытые канализационные люки. У нас два раза падала машина. У нас первая машина попала около подъезда нашего женщины, которая у нас живет в 10-й квартире. Они с машиной вместе туда ухнули. Второй раз у нас Саша Асташов вот здесь вместе с ребенком ехали. Попали вот здесь тоже в этот же люк. Ну вот, я бегала за трактором, чтобы его вытаскивали, а ребенка бы вытаскивали через переднее сидение. У нас не ремонтирован подъезд ни разу за время вот моего проживания с 95-го года. Ни разу никто не приходил, ничего не делал. Сами красим, сами ремонтируем. Крыша у нас вся протекает однозначно. Это как дождь идет у нас, тазики-ванночки. Это сплошняком, и это ничего уже, это никого уже не удивляет абсолютно. По словам женщины, жильцы дома уже неоднократно обращались в многочисленные инстанции. На руках есть даже письмо из Государственной инспекции строительного и жилищного надзора НАУ. В документе буквально говорится, 27 марта 2017 года все проблемы будут устранены. Но, как оказалось, к работе никто не приступал. Сегодняшняя встреча, надеются жильцы, поможет в срочном порядке провести ремонт дома. Чтобы попасть в первоочередной список капремонта, требуется качественное техническое обследование здания. Оно, кстати, уже началось. На эти цели в рамках сотрудничества между администрацией округа и Лукойлом выделено 12 миллионов рублей. Почему мы тут собрались? Дело в том, что сейчас обследования только идут на домах. Возникают многие вопросы у жителей. То есть жители звонят, интересуются, почему у них не были на доме, либо кто-то приходил, только сфотографировал. И чтобы данные обследования не были формальными, в любом случае, а конкретно позволили дом либо двинуть, либо исключить из программы, то как раз мы и организовали такие встречи, чтобы жители могли задать свои вопросы непосредственно заказчику, подрядчику. И это все проходит под контролем Общерсийского народного фронта. По итогам встречи принято решение. Собственники помещений будут принимать активное участие в приемке работ по обследованию своих домов, которые выполняет ООО «Стройсервис». Предварительные результаты опубликуют на сайте Фонд содействия реформирования ЖКХ НАУ в сентябре 2017 года. В случае несогласия жителей с результатами возможно внесение отдельных поправок. Всего в этом году планируется обследовать 97 многоквартирных домов по всему округу. Попали в этот список и дома по улице авиаторов. Они введены в эксплуатацию в 2014 году застройщиком ООО «ВМ Инвест». Как оказалось, у новых домов, как и у старожилов жилищного фонда, немало проблем. На протяжении последних зим жители жаловались на сквозняки, низкие температуры в квартирах и покрытые инеем стены. Лично у меня вот этой зимой на полу было плюс 7. И шторки так внизу колыхались, развивались. Если бы самая угловая комната, у меня ребенок там спит, вообще ребенок не болеет в этом году 7 раз. Я хочу сказать, что эта ситуация длится с самого того момента, когда мы поселились в эти дома. Какие инстанции мы только не обращались, хотя дом находится на гарантии. Построен ООО «ВМ Инвест». И вот сейчас они тоже проводят обследование. Причем обследование проводится выборочно почему-то. Не снимается вот это вот покрытие, которым дом покрыт, да. Вот облицовка не снимается. С этой проблемой жители уже неоднократно обращались в госстройжилнадзор. В 2016 году было произведено повторное тепловое обследование. Результаты показали. Выполненные ранее работы ожидаемого результата не принесли. И теплозащитные свойства наружных стен не восстановлены. В 2017 году отчаявшиеся собственники квартир направляют письмо уже в адрес губернатора. Тогда было принято решение включить их в перечень обследуемых. И вот его предварительное заключение. То есть представьте, если было нарушено проектное решение. Утепление у вас должно было быть стен 150. Но так как строители при утеплении стен сжали его очень сильно, получилось утепление 100. А как у нас известно, что утеплитель в сжатом состоянии у нас не работает. Он должен быть именно в том, в каком он расправлен. Да, это раз. Во-вторых, у вас дано заключение, нет утепления оконных и дверных блоков. То есть должны быть стоять утепляющие прокладки, их тоже нет. Потом у вас нарушено по каркасу здания. У остальных каркас должен быть термокаркас, который не дает промерзания именно металлической конструкции. Данное экспертное заключение будет передано администрации города для проведения претензионной работы застройщика. ООО «ВМ-Инвест» несет гарантийные обязательства и обязана устранить строительные недостатки, выявленные в период эксплуатации домов, либо возместить понесенные затраты на их устранение. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Тысячи россиян не спали в эти выходные. Киноманы всех регионов страны во второй раз встретились на всероссийской акции «Ночь кино». В кинотеатрах, библиотеках, музеях, культурных центрах и парках россияне приобщались к киноискусству. Через мастер-классы по режиссуре, сценарному и операторскому мастерству, лекции, концерты, встречи со звездами и, конечно, просмотры их любимых фильмов. А тут еще и 3D, и интереснее, и большой экран, и так все хорошо, и мягкое кресло. Ирина Колесникова сегодня вместе со всей семьей пришла во дворец культуры Арктика, чтобы окунуться в волшебный мир киноискусства. Началось это увлекательное путешествие для девочки еще почти сотни маленьких киноманов с игровой программы. Ее подготовила театр-студия «Радда». Тут хорошее развлечение и турниры, чтобы для детей, ну как бы, познавательные. После познавательной программы юные зрители встретились с любимыми героями Каем и Гердой. Мультиком «Снежная королева 3. Огонь и лед» открылся всероссийский киномарафон. Его посмотрели и две лучшие подруги Карина Карманова и Дарья Субач. Мне очень понравилось, там очень сильные спецэффекты были. Я, конечно, это второй раз смотрю ее, я ее забыла, уже давно смотрела. Но сегодня у меня появился шанс посмотреть ее еще раз. Ночь кино, а как вы думаете, зачем? Ведь можно мультики дома посмотреть, да? Здесь лучше? Ну, просто здесь все, мы со всеми детями смотрим в праздник, а дома просто мы сидим и уже скучно становится. Мне тоже нравится вот такая вот идея, ну потому что с детьми встречаются другие люди. Ну вот вместе друзья, знакомые, сестры, братья, они встречаются и как будто бы вот так вот отмечают этот день. Действительно, этот день стал семейным праздником, ведь кроме популярных мультфильмов для детей в киноменю был показ лучших отечественных фильмов. Я сегодня пришла с детьми, мы ходим второй год в кинотеатр Арктику и посещаем. Дети мультики смотрят, ну а мы смотрим фильмы для взрослых. Во-первых, интересно с семьей выйти, с детьми, много людей, общение, дети всегда сверстников встречают, подружек общаются. Ну и самим как-то интересно, большой экран. В эту ночь бесплатно на большом экране взрослый зритель увидел три фильма. «28 панфиловцев», «Время первых», «Кухня», «Последняя битва». На экран они попали не случайно, их выбирали путем интернет-голосований среди 15 кинолент на официальном сайте года российского кино. Кроме того, посетители узнали немного об истории кино. В России этот вид искусства пришел из Франции, где в 1895 году Луи Люмьер со своим братом Огустом запатентовали синематограф. Первый киносеанс с короткометражным фильмом о прибытии поезда на станцию в Гранд-кафе в Париже произвел настоящий фурор во Франции. Уже в 1896 году о синематографе говорят в России. Парижский оператор Камил Серф, направленный в Москву Луи Люмьером, снимает коронацию российского императора Николая II с помощью нового аппарата. Об этом 5 мая написала газета «Новости дня», отмечая, что все происходящее на коронации будет фиксироваться на особой движущейся ленте. Первые демонстрации фильмов состоялись в том же году в Петербурге, в Летнем саду «Аквариум» и в Москве в Театре «Эрмитаж». Кинопоказы быстро стали модным развлечением, а постоянные кинотеатры начали появляться во многих крупных городах России. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.3wtrk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.